Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Центра славянских культур иностранки! Сегодня мы говорим о романе Евгении Водолазкин «Авиатор» и его переводе на болгарский язык. Три года назад известный исследователь русской литературы, историк русской литературы Жорж Нева задал мне вопрос, а прочел ли я уже роман «Авиатор»? Я ответил, что нет. Как же так? – спросил Жорж. – Это ведь лучшая вещь Водолазкина. Я не мог спорить, но не мог и согласиться. Дело в том, что предыдущий роман Евгения Лавр произвел на меня столь сильное впечатление, оказал на меня столь сильное воздействие, что я боялся, что чтение «Авиатора» пройдет под сенью Лавра и помешает мне воспринять и принять эту вещь. Однако мой срок настал. В прошлом году я взялся за чтение, прочел роман в течение трех дней и вспомнил слова автора о том, что он каждой своей вещи пытается подобрать, найти единственный уникальный стиль, единственную уникальную интонацию, которой только и можно изложить. Ту весть, которую хочет передать автор нам. Прочтя «Авиатора» я убедился в правоте слов автора. Это замечательная вещь. Скажу, что для меня это такой классический постмодернистский роман, хотя наверняка многие могут со мной поспорить. Даже я написал Евгению Германовичу письмо, где поделился какими-то своими нелетературно-аведческими соображениями по поводу авиатора. Мы знаем, что произведения Водолазкина и «Лавра», и «Авиатор», и «Соловьево-Ларионов», и сейчас уже и «Бризбен» переведены на огромное количество языков. И я приветствую перевод на болгарский роман «Авиатор». Я очень рад, что этот перевод сделала здравка Петрова, потому что мы очень хорошо знаем эту выдающуюся болгарскую переводчицу. Институт перевода неоднократно поддерживал ее переводы как классической литературы, русской классической литературы, например, «Герой нашего времени» Лермонтова, так и переводы современных русских писателей. Это было и в журнале «Фател», где была подборка современной российской прозы. Это и переводы Владимира Шарова, не так давно ушедшего от нас, замечательного русского писателя. И я рад, что такой сложный текст, как текст романа «Авиатор» переводила именно здравка. Спасибо от имени Института перевода, да, и от всего культурного сообщества российского, которое следит за переводами нашей литературы на иностранные языки. Отдельная благодарность издателю, поскольку я, как сам в прошлом издатель, знаю какое-то непростое решение переводить зарубежную литературу, даже если наши страны не так далеко отстоят и географически, и культурно друг от друга. Тем не менее, это непростой выбор, и я благодарен издателям за то, что книга теперь существует на болгарском языке. Желаю болгарским читателям в полной мере насладиться этим замечательным текстом. Хотел бы, к слову, обратить внимание здравки Петровой и издателей болгарских на новую для меня, только что открытую вещь. Это повесть «Близкие друзья», которая, как мне кажется, просто необходимо для перевода на все языки мира. Желаю хорошего вечера, хорошего знакомства с прекрасной книгой. Здоровья и творческих успехов. Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья. Мне очень приятно, что сейчас вышел авиатор, мой роман «Авиатор» по-болгарски. Собственно говоря, у меня давно была такая уже, можно сказать, печаль, что во всех славянских странах вышли мои книги, во всех почти европейских, во многих неевропейских странах, а в Болгарии, которая так близка нам по своей культуре, по ряду причин, видимо, прежде всего, финансовых, не могла быть издана вот все эти годы ни одного моего романа. И вот сейчас две таких радости у меня. Первое – это сейчас «Авиатор», и, насколько я знаю, в ближайшее время выйдет в Болгарии «Лавр». Я очень благодарен замечательной переводчице Здравке Петровой, которая предприняла большие усилия, потратила время на перевод моего романа «Авиатор», который не так прост. Мы со Здравкой общались, выясняли какие-то моменты, какие-то сложности. И хотя я не могу в полной мере или в значительной мере оценить болгарский перевод, но по уровню вопросов, по глубине проникновения в текст я заключаю, что перевод должен быть очень хорошим. Сегодня мы должны были все с вами собраться в Москве, в библиотеке иностранной литературы, но вот вы видите вот эти вирусные дела все и возникшая вокруг них такая нездоровая во всех смыслах атмосфера, нам помешали собраться, но все-таки книги – это такое явление, которое не способны погубить даже вирусы. И вот мы в России к вам идем посредством своих книг, так же, как Болгария к нам уже много веков идет посредством своей культуры. Я особо остро и хорошо чувствую близость болгарской культуры, потому что, собственно говоря, когда Русь получила Евангелие сразу после крещения, она получила его на староболгарском языке, который терминологически обозначается как церковно-славянский, староболгарский, еще там старославянский, но на самом деле это, конечно, был язык болгар, тогда он был не чужим для русских, это была система диалектов, и фактически русские получили священное писание на родном языке. и очень много переводов было как раз староболгарских, и для Руси это было мощным толчком культурным для развития собственной культуры, собственного богословия, историография, географии и так далее. Так что я вот занимаясь русской древностью, ощущаю близость наших болгарских братьев и сестер очень хорошо, и мне приятно, что вот на болгарском языке, уже не на древнеболгарском, а на современном появилась моя вещь авиатор, появится еще лавр, вот, и я хочу поблагодарить всех причастных к этому изданию людей, здравки, я уже сказал, мне хочется поблагодарить издательство, поблагодарить институт перевода, который всегда меня поддерживает и сейчас вот под эгидой института перевода, или по крайней мере при участии моего друга Евгения Резниченко, вот нынешняя наша виртуальная встреча состоялась, и я надеюсь, что знаете, как поется в одном русском романте «Минует печальное время», мы увидимся либо здесь в России, либо с большой радостью я приеду в Болгарию, и мы подробно поговорим о романе «Авиатор», я отвечу на все вопросы, «Авиаторе», главное, я послушаю, как он звучит по-болгарски, потому что обычно на презентациях книг, конечно, читают фрагменты переводов, и я думаю, для меня это будет самой большой радостью. Спасибо. Гироганна Дмитрова, главный редактор издательский дом «Лист». Как главный редактор издательства «Лист» я должна быть в курсе важных книг мировой литературы. В каталоге нашего издательства ирландские, американские, японские, исландские, венгерские, английские, французские, русские романы и рассказы. Мы перевели коллекцию с избранных писем Антона Чехова. В нашу серию мировых шедевров для детей вошли несколько произведений русских авторов. Мы опубликовали произведения Хармса, Мандрештама, Бродского, но нам не хватает современных русских авторов. В принципе, легко выяснить, кто является лауреатом литературных премий, но это крайне недостаточно при выборе автора для перевода. Мы стремимся открывать новых писателей для нашей аудитории. Евгений Ватоласкин один из них. Он востребованный писатель и общественный деятель, который волнуется вопросами развития русской литературы и культуры. Его литературные качества были отмечены многочисленными наградами, но его книги не присутствовали на болгарском книжном рынке, они не существовали в переводе. И для нас было очень важно, каким романом именно начать. Наш выбор полна авиатора. Эта книга обладает высокими литературными достоинствами и затрагивает важные вопросы жизни людей. Она говорит, как преодолевать трагедии в жизни, что нужно человеку, чтобы идти дальше вперед. Важные стороны романа – это и сюжет, и фантастическая составляющая, конечно, язык и сам авторский стиль. Перевод одного из крупнейших современных русских авторов предполагал обратиться к одному из лучших переводчиков с русского на болгарский язык. И мы пригласили здравку Петрову. В ее переводах на болгарский рынок вышли книги Марии Степановой, Виктора Суворова, Людмилы Улицкой, Василия Аксенова, Василия Гроссмана. Здравка Петрова лауреет множество наград. За перевод третьей и четвертой книги «Дети Арбата» Рыбакова она стала лауреатором премии Союза переводчиков в 95-м году. В 2006, 2007 и 2018 годах она получила награды Союза переводчиков благодаря за выдающиеся достижения в области перевода. Также получила плодивскую премию за выдающиеся достижения уже в 2015 году. В этом же 2015 и 2016 годах она была номинирована национальную премию имени Христодана. Перевод Романа Родолавкина «Абвиатор» предполагает от переводчика очень острое ощущение современности современного русского языка с его разговорными оборотами, а также умение проникать в сложную структуру текста. И мы очень рады, что роман встретится с болгарской публикой в переводе такого замечательного переводчика, как Здравка Петрова. А вот сейчас специально для нашей аудитории и слова Здравки Петровой. Я попытаюсь ответить на оба ваши вопроса. Какой язык у водолазки на «Вавиаторе» и что сделал этот роман бестселлером? Так, потому что язык в высшей степени помог для этого. Осенью 17-го года мне выпало счастье встретиться с мировым классиком Владимиром Шаровым на острове Готланд, чью книгу репетиции я как раз тогда и переводила. А еще раньше я переводила «Будьте как дети». На прогулках мы много разговаривали, конечно, о русской литературе и одно из имен, которые Володя мне как бы и завещал, запомнить, это было имя Евгения Водолазкина. А потом я прочитала «Лавра», потом «Авиатор». Потом мне посчастливилось перевести «Авиатора» издательство «Листа» решило издать его и предложило именно мне сделать его перевод. Это было редкое удовольствие, трудное, но удовольствие. Радость вдыхать текст, растворяться в нем, проживать его настроение, раскрывать для себя красивый и яшный язык автора, которому он умело создает многослойную и от этого еще более завораживающую картину. Евгений Водолазкин передает мельчайшие детали и крупицы, те, что обычно остаются незамеченным в прошлом и с ним исчезают бесследно. Нюансы переживаны. Тление дров, кипения самовара, легкие пары горячего чая, вкус самого сочного и спелого арбуза из детства, комаринный писк в летнюю жару – все это мелкие штрихи создают объемную, живую и очень реальную картину настоящей жизнеописания. Сюжет раскрывается постепенно, и я восхищалась его простотой и одновременной гениальностью. В какой изящной форме, оказывается, можно реализовать замысел художника о русском человеке последнего столетия. Как рассмотреть царскую Россию, советское прошлое и сегодняшний день, чтобы это воспринималось единым временем, единым размышлением и переживанием. Приходит новый груст, если нужно вообще сравнивать. Герой вспоминает эпоху через запахи, улыбки, звуки, голоса, слова, вкус. Он фиксирует время, то, что человек переживает ежедневно и не в состоянии осмыслить в его семью-минутности. Книга наполнена истинносказаниями, скрытыми знаками, находить в которой отдельное удовольствие. Слог повествования у автора даже не течет, а льется песней, слова ровные и точно догнанные друг к другу, как кирпичик к кирпичику, из которых выстроена добротная, правда, без лишних изысков и потайных ходов зданий сюжета. Мне было очень интересно передавать все это по-болгарски и страшно и красиво и увлекательно и познавательно. Вряд ли я могу объяснить русской аудитории, как все это в отдельности передается. Я вообще перевожу, погружаясь иногда даже бессознательно, не отдавая себе отчета, почему и от чего выбирая данное слово, а не какое-то иное. В нашей коробкой корреспонденции Евгений, с которым мы быстро перешли на собственные имена, он, конечно, человек очень надзывчивый, обстоятельственно ответил на несколько моих вопросов. Вряд ли они интересны, но все-таки дам примеры. О Димонской глине, что она из себя представляет, и почему из нее укладывают кирпичи. О пренебрежении в слове отечественные и как передать это по-болгарски, об эмске, о поговорке, как у адмиралов отставки. Возможно, самая интересная беседа возникла в связи с именем Гейгера. По правилам перевода мы передаем имена так, как они произносятся в месте обитания героя, но в этом случае я нарушила эти правила, так как Гайгер никак не Гейгер, на немецком означает скрипач, а имя выбрано абсолютно не случайно. Вот так Евгений Водолазкин, филолог, и это очень хорошо чувствовалось по языку и по стилю. Просто было как бальзам на душу переводить его в безумно красивый язык. Я переводила и наслаждалась. Отрывок из романа Евгения Водолазкина «Авиатор». Моей дочери, что вы все пишете? Описываю предметы, ощущения, людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения. Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех. Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира, хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк. Например. Например, «Авиатор». Разговор в самолете. Часть первая. Говорил ей, в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько сейчас прохожек без ушей. Она соглашалась, смол, да-да, надо бы, но не носила. Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла в памяти. Хотя о ком здесь идет речь, ума не приложу. Или, допустим, вспомнился скандал. Безобразный, изнурительный, непонятно где разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, доброжелательно, а потом слово за слово, все переругались. Главное, самим же потом стало удивительно. Почему? Зачем? Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках. Часа полтора говорят о том, какой покойник был хорошим человеком, а потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник. Оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять, и мало-помалу приходят к выводу, что был он, в общем-то, первостатейным мерзавцем. Или совсем уж фантасмагория. Кому-то дают по голове куском колбасы. И вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остановиться. И от этого качения кружится голова. Моя голова кружится. Лежу на кровати. Где я? Шаги. Вошел неизвестный в белом халате. Стоял. Положил руку на губы. Смотрел на меня. В дверной щели еще чья-то голова. Я же, в свою очередь, смотрел на него, не отрываясь, как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц он заметил их дрожание. Проснулись? Я открыл глаза. Приблизывшись к моей кровати, неизвестный протянул руку. Гейгер, ваш врач. Я вытащила из-под одеяло правую руку и почувствовала бережное рукопожатие Гейгера. Так касается, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся и дверь захлопнулась. Не отпуская моей руки, Гейгер наклонился ко мне. А вы, Иннокентий Петрович Платонов, не так ли? Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основание. Иннокентий Петрович. Я молча спрятывал руку под одеяло. Вы ничего не помните? спросил Гейгер. Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного может быть литературно. Помните, как я сейчас подошел к вашей кровати? Как назвал себя? Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче. Помню. А до этого? Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо. Ну что вы, Иннокентий Петрович, на свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы расстраиваетесь. Моя память восстановится? Очень на это надеюсь. У вас такой случай, что ничего нельзя утверждать, наверное. Он поставил мне градусник. Знаете, вы вспоминайте побольше. Здесь важно ваше усилие. Нужно, чтобы вы сами все вспомнили. Вижу волосы в носу Гейгера, на подбородке царапины после бритья. Спокойно смотрят на меня высокий лоб, прямой нос, пенсне, будто кто-то его нарисовал. Есть лица настолько типичные, что кажутся выдуманными. Я попал в аварию? Можно сказать так. В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним воздухом за окном, становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки. Где-то я уже это видел, и в летающие снежинки видел, тающие, не долетели до подоконника. Где? Я ничего не помню. Только мелочи какие-то, снежинки в больничной форточке, прохлада стекла, если к нему прикоснуться угом. Событий не помню. Я бы мог вам, конечно, напомнить что-то из происходившего, но жизнь во всей полноте не перескажешь. Из вашей жизни я знаю только самое внешнее, где вы жили, с кем имели дело. При этом мне неизвестна история ваших мыслей, ощущений. Понимаете? Он вытащил у меня из подмышки градусник. 38,5. Многовата. Понедельник. Авиатор Евгений Водоласкин. На дъщеря. Какво все пишете? Описвам предмети, усещания, хора. Сега пиша всеки ден. Надявам се да ги спаси от забравата. Светът Божий е прекален голям за държчетата на успех в това. Знаете ли, ако всеки опише своята мъка и малка частица от този свят, причем защо пък малка? Винаги ще се намере човек с достатъчно широк поглед. Например, например, авиатор. Разговор с самолет. Първа част. Казвах и встудено си шапка, иначе ще ти измръзнат ушите. Гледай и виках колко минувачи са без уши. Тя се съгласяваше Абе да, да, но не слагаш и шапка. Смееше се на шегата и продължаеше да ходи без шапка. Такава една картинка ми изпула в помета, обаче за кого ставаше дума и представя нямах. Или, да речем, спомнях си някакъв скандал. Грозен, изтощителен. Разигрял се незнайно къде. Гадното беше, че всичко бе започнало хулово, може да се каже. Доброжелателно. А после от дума на дума всички се изпокараха. И най-важното, те самите после се зачудиха. Защо? Какво ги накара? Някой подхвърли, че напомен често става така. Част и половина се говори колко добър човек бил покойникът. А после някой си спомня, че покойникът ме е не бил само добър. И тогава, като по команда, много хора започват да приказват, да го допълват и лека-полека стигат до извода, че той в крайна сметка не бил пълен негодник. Или пък някаква абсолютно фантасмагория. Удрят някакъв човек по главата с штафета салам и той човек се търкува по наклона на плоскост и не може да спре. И от това търкаля не се получава свето вратеж в моята глава. Завива ми се свят, лежа в някакъв креват. Къде съм? Стъпки. Влезе непозната с бяла престилка. Застана с ръка на усинта и ме загледа. В пролуката на вратата се виждаше още нечия глава. Аз пък на свой ред го гледах. Един вид без да се отварям. Изпод открехнатите клепки. Той забеляза, че ще е трепкат. Събудихте ли се? Отворих очи. Непознателят ти я приближи и подаде ръка. Гайгер, вашия лекар. Измъкнах изпод одеялото дясната си ръка и почувствах внимателното лекостискане на гайгер. Човек докосва така, за мисъл озърна и вратата се затвори. Без да пуска ръката ми, Гайгер се наведе към мен. А вие сте Инокенти Петрович Платонов, нали? Не можех да потвърдя това. Щом той го казва, значи има основание. Инокенти Петрович. Малко му скрих ръката си под одеялото. Нищо ли не си спомнете, попита Гайгер. Поклати глава. Инокенти Петрович Платонов. Внушително. Може би малко литературно. Спомнете ли си сега как се приближи до кревата ми? Как се представих? Защо ми говори така? Да не би наистина съм съвсем зле? Изчаквам малко и изричам скръцащо. Спомням си. А преди това? Почувствах, че ме дават сълзи. Накрая избиха и аз се разрядах. Гайгер взел от нощното шкафче, салфетка и избърса лицето ми. Е, не дайте така да, Инокенти и Петрович. На този свят има толкова малко събитие, които си струва да помним. А вие се разстройвате. Ще се върна ли паметта ми? Много се надявам. Вашето случай е такъв, че нищо не може да се твърди със сигурност. Той ми постави термометър. Вижте. Вие повече си припомняйте. Тук е важно вашето усилие. Трябва сам да си изпълните всичко. Виждам космите в носа на Гайгер. На братичката има дръскотини от бръсненето. Гледаме спокойно. Високо чело, прав нос, пенсне. Всякаш някой го е нарисувал. Медни лица, дето са толкова типични, че изглеждат измислени. Катастрофа ли съм претърпяла? И така може да се каже. В отвора на прозорчето въздухът на болничната стая се смесва с зимния въздух навън. Помътнява тепти. Разтапя се вертикалната летва на рамката с слива със ствола на едно дърво. И е ранен здрач. Някъде вече съм виждал това. Виждал съм и долитащите снежинки. Как се разтапят, още не стигнали до първаза. Къде? Нищо не си спомням. Само някакви дреболии. Снежинките през болничното прозорче, прохладата на стъклото, ако прещало до него. Събития не помня. Разбира се. Аз бих могла да ви припомня някои случили се неща, но пълнотата на живота не може да се преразкаже. Знам само външното от живота ви. Къде сте живели, с кого сте общували. При това не знам историята на вашите мисли, на усещанията ви. Разбирате ли? Той извади термометъра из-под мишницата ми. 38,5. Височко. Понеделник. Вчера още нямах време, а днес е понеделник. Стана така. Гегер донесе молив и дебела тетрадка. Излезе. Върна се с поставка записане. Записвайте всичко случилось от през деня и всичко, което си спомнете от миналото. Този дневник е за мен. Така ще виждам как напредваме. Всички мои събития сега са свързани с вас. Значи ще да пише за вас. Обгемахт. Описвайте мен и ме оценявайте все странно. Моята скромна личност ще изтегли подира се други нишки на вашето съзнание, а кръгът на общуването и постепенно ще се разширява. Гегер намести поставката над корема ми. Поставката печално се повдигаше с всяка моя въздишка, сякаш самата тя въздишаше. Гегер я оправи. Отвори тетрадката, постави между пръстите ми молива, което общо взето не беше нужно. Макар, че съм болен, пита се от какво. Ръцета и краката ми са в движение, но какво всъщност да записвам? Нищо не се случва и нищо не си спомня. Тетрадката е огромна, може да поеме цял роман. Въртямо ли в ръката си от какво съм болен все пак? Докторе, ще живее ли? Докторе, коя дата сме днес? Мълчи. И аз мълча. Нещо неприлично ли попитах? И аз да направим, така казва най-сетна Гегер. Вие ще посочвате само дните от седмиците. Така по-лесно ще сме в крак с времето. Гегер е самата загадъчност. Оговарям. Абгемахт. Той се смее. Аз се захванах и записах всичко. За вчерашния и за днешния ден. Вторник. Вие днес се запознах с сестра Валентина. Стройна я. Не е приказлива. Когато тя влезе, се престорих, че спя. Това вече ми става навик. После отворих едното си, око и попитах. Как се казвате? Валентина. Лекарът каза, че ви е нужно спокойствие. На следващите ми въпроси не отговаряше. Застанала с гърбка мен, бържеше по-вспарцало, наденат на дълга държка. Тържество на ритъма. Когато се навежеше, за да изплакне парцала в кофата, под престилката изпъкваше белеото й. Какво ти тук спокойствие? Шегувам се. Направо съм скапана. Сутринта ни мериха температурата. 387. Това тревожи Гайгер.